Добрый день, дорогие друзья! Мне приятно, спасибо организаторам, что пригласили меня. Для меня всегда выступление – это такое, знаете, новое начинание. Я личность абсолютно не публичная, как бы, но тема информационной безопасности, знаете, это как такая путеводная звезда меня как айтишника сопровождала по всей моей жизни. И сегодня, когда, скажем, эта тема стала актуальна там в новостных лентах, там еще каких-то там, то есть она стала ключевой темой вообще в сфере айти, я решил, что таким приглашением надо воспользоваться для того, чтобы, так сказать, показать новые, ну не то, что показать, показать ракурс, как я стал специалистом по айтибезопасности. В любом случае, как бы, хочу обратить внимание на одну очень такую важную вещь, когда происходит какой-то там хакерский взлом или еще что-то, все об этом знают, да, там компанию Sony взломали, компанию Новая Почта взломали, но, как правило, никто не знает о том, кто за этим стоял и почему за этим стояли. Поэтому люди на самом деле по айтибезопасности – это как раз тот пласт, который всегда встречается на вот таких вот закрытых там семинарах, которые не очень публичные, и многие слова будут неинтересны технической точки зрения. Но моя лекция будет достаточно простая, она звучит немножко странно. То есть, как бы, кто такой специалист по информационной безопасности? Это параноик или все-таки это специалист, который в чем-то разбирается? Я попрошу следующий слайд. Когда-то давным-давно, в начале 90-х, там вышел фильм, по-моему, называется «Под прицелом со Сильвестром Сталлоне». Фильм сам по себе был полностью бестолковый, но там прозвучала гениальная фраза по поводу, скажем, событий, происходящих в фильме. Если можно, там ролик первый запустите. Чтобы мы, так сказать, немножко взбодрились. Есть старая поговорка. Если ты параноик, это не значит, что они за тобой не охотятся. Это не поговорка, это шутка. Очень старая шутка. Правда? Я никогда не смеялся. Да, спасибо оператору за этот ролик. Но с момента, я, честно говоря, не помню, с чего начался этот фильм, чем он закончился. Но вот эта шутка, она мне не дает жить спокойно никогда в сфере информационной безопасности. Любой вопрос, который возникает у меня, я, в принципе, продолжаю потреблять массу информации. Любой. Учусь, читаю, слушаю, смотрю, что происходит не только в сфере IT, но и в обычных там новостях. И стараюсь для себя это вещи обобщить. И когда возникает любая, скажем, банально непонятная ситуация, странная новость или еще что-то. Я, честно говоря, можно так сказать, я параноик, потому что я все, любую новость, которая происходит в интернете, в новостях обычных, связанных с сферой IT, я рассматриваю с точки зрения самого одного простого принципа QIPRODEST. Кому это выгодно? То есть о чем, что конкретно хотели донести нас те создатели этой новости, или что они там сказали, или еще что-то, или еще что-то. Почему об этом приходится говорить? Потому что не всегда понятен вектор атаки, который будет, скажем, применен к вашей системе, в которой вы работаете специалистом по информационной безопасности. И подходов, ну, в связи с тем, что сегодня информация, старый добрый принцип, кто владеет информацией и владеет миром, сегодня стал ключевым. И защита этой информации точно так же является ключевой. Поэтому, фактически, для того, чтобы вы достигли успеха в информационной безопасности, вы должны критично, критично смотреть на любую новость. Давайте перенесем следующий ролик. В Харьковском политехническом институте, который я закончил, был преподаватель и есть преподаватель на кафедре ЭВМ, Калашников Владимир Иванович. И долгое время сама цель того, чего у нас учили, была непонятна. И где-то в курсе на третьем, на четвертом он сказал на лекции, что наша цель как преподавательского состава, был целый поток, не столько научить вас чему-то, а сколько научить учиться всегда, постоянно. То есть имеется в виду, что сегодня на каком-то этапе вы можете изучить какую-то одну проблему, научиться решать ее в целом и на этом дальше продвинуться. Рано или поздно вектора атаки поменяются и вы, скажем, выпадете из сферы IT-безопасности как таковое. Возьмем, например, скайп, всем известная программа скайп. Самый простой принцип, который должен быть у любого человека с информационной безопасностью, это понимание общих принципов программирования, компилирования, что представляют себе размеры программы, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И когда в 2004 году я посмотрел на чудную программу скайп, вот, я обратил внимание на, ну, неестественно, ее большой размер, плюс кучу непонятно открытых портов, которые, что-то там происходило, что происходило, было мне непонятно. Одним из таких, ну, важных аргументов для меня, я сказал, если я не понимаю и не вижу исходные коды, и не понимаю, кто разработчик и кто за ним стоит, а сделали серьезный продукт, я не буду его использовать. Принцип очень простой и с точки зрения скайпа, мы к нему еще потом как бы немножко вернемся, с точки зрения скайпа самого по себе, одна из дыр, которая была потом найдена, достаточно долгое время эксплуатировалась, это возможность выяснить IP-адрес собеседника, на котором запущена скайп-программа, даже если он не находит у вас в контактах, то есть как бы, ну, из таких вот глобальных каких-то решений, потому что, в принципе, все используют скайп там для того, чтобы там скрыть свое там местоположение, себя, свою личность там или еще что-то, но дыра существовала, я не стал проверять в последнее время, была там она или нет, но меня эта ситуация смутила и, скажем, используя, я для себя скайп не ставил и не использовал, потому что я не знаю, что это за программа, хотя она очень серьезно распиарена, очень раскручена, всем нравится и т.д. и т.п. Если вам по большому счету нечего защищать, вы там ничего не скрываете, вы не боитесь никаких утечек, пожалуйста, я не наставил против скайпа лично, я говорю в той ситуации, когда вам нужно сохранить какую-то информацию. Здесь возникает базовый вопрос, что вы эксплуатируете в своей, скажем, защищаемой системе. Перейдем к любимому Windows. Эта тема особенно интересна и принципиально наблюдать за развитием Windows. То есть я, в принципе, начинал-то еще с System 360, 370, это такие были большие ящички красивые, вот, и персоналки только-только к нам начинали ехать сюда. А уж там, начиная с 3.11 Windows процесс был достаточно интересно смотреть, как все постепенно развивается и как постепенно делается. Одна из шуток, которая была про Windows, да, звонок в Helpdesk, мы с женой пытались целую ночь поставить Windows, у нас ничего не получилось. Ответ Helpdesk, миллионы семей пытаются сделать то же самое, у них тоже ничего не получается. Да, но вопрос, как бы, связанный с информационной безопасностью. И первая новость, которая мне запомнилась примерно в начале 2000-х, была связана с Российской Федерацией, и там некая там их служба при ФСБ, или там ФСИН, или как-то она там называется, перед проведением тендеров на поставку программы Windows в государственные учреждения, потребовала от Microsoft предоставить исходные коды программы. И, как бы, тогда они себя позиционировали, ну, мало ли какие вы там бэкдоры зашили туда, давайте вы нам дадите исходнички, мы их пролопатим, скомпилируем себе Windows, и если все будет хорошо, мы дальше эту ситуацию, как бы, продолжим. Странная новость, я так задумался вообще, в принципе, думаю, ну, ничего, молодцы так реально занимаются своей информационной безопасностью, потому что если вы не видите исходных кодов программы, если они не выложены в интернете, или вам не выдали там под НДА-овский договор, то говорить об информационной безопасности не приходится. Всегда можно там скрыть утечку любой информации, вы об этом даже знать не будете. Вот. И самая интересная новость была, то есть, как бы, если мы так сравниваем в целом все эти моменты, то в 2013 году, когда выходит Windows 2010, и все специалисты по информационной безопасности прям говорят, боже мой, прям вот мы бежим, значит, данные от нас убегают, и такие, и такие, и такие, и это просто, в принципе, невозможно. Зачем же использовать такую систему? Поднимается такая волна негодования специалистов по безопасности, она обоснована, то есть, как бы, реально Windows там начинает даже собирать то, чего, в принципе, даже нелогично собирать, ну, для глубоких анализов. И возникает вопрос, и тут же выплывает новость какого-то там из города Москвы, которая говорит, боже, какая чудная вещь, Windows 2010, прекрасная программа, можете использовать, можете использовать ее хоть завтра, то есть, как бы, никаких проблем нету. То есть, возникает вопрос, что прошло за эти там, ну, грубо говоря, там 10 лет с корпорацией Microsoft, с исходниками кодов Windows и так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть, по какой причине? И когда мы дополняем наши знания с обычных новостных лент, дополняем знаниями об том, что там, этот MLM, месседжер, лип-месседжер майкрософтовский был исключен, у которого достаточно огромное было там в Китае количество пользователей, заменен на Skype, и Bing, который использовался во всем мире, был переинтегрирован там в Яндекс, то начинает возникать вопрос о том, что между Microsoft, там, корпорацией и, там, Кремлем произошла достаточно плотная интеграция на финансовой почве. То есть, и теперь, когда вы принимаете решение об эксплуатации Windows 10, там, в стандартной, там, редакции, вы должны четко понимать, что с большой вероятностью эта информация будет получена не только Microsoft, но и к этой информации будет иметь доступ, там, наши московские друзья. Это, как бы, простой такой пример анализа, но если кто-то может возразить, то есть, я бы хотел услышать ответ, почему разница, что произошло за 10 лет, и как быстро так провести ревизию кода и сказать, что Windows 10 очень хорошая программа. Если у кого-то будут желания, потом вы, там, скажете мне, ну, свой вариант анализа данной информации. Ну, там, например, любимая программа Medoc. Все так или иначе с ней сталкиваются. Я долгое время, опять же, с ней не сталкивался. И когда меня, там, попросили, там, где-то кому-то настроить эту программу, чудную Medoc, я скачал нереально огромное количество инсталляционных файлов и заметил, что чистая инсталляция, там, MedCAD занимает по 2 гигабайта. Я для себя задал банальный вопрос. Это программка, которая просто текстовый редактор, который потом должен сохранить и отправить XML-файл через интернет, через обычный стандартный SMTP-сервер, я в это не поверил и вынес крайне негативную оценку компании Medoc. Что интересно в моем, там, решении, я, как бы, его озвучил даже нашим, там, правоохранительным органам, том, кто занимается безопасностью, что с MedCAM и хлебанем горе. Это анализ был сделан только на одном – размер инсталляционных файлов, которые вы получили. То есть реализация задачи, ну, то есть, фактически, что делает Medoc? Формирует XML-файлы согласно ваших данных. По сути дела, 2 гигабайта для инсталляции – это, ну, нереально большой код, даже если будут писать, там, индусы. Вопрос, связанный, дальнейшие все события с MedCAM для вас, ну, становятся понятными и, там, фактически через него произошла атака вируса Петя, который все, как бы, понимают, откуда произошли ноги. И если даже сегодня говорить о том, что, там, компания Medoc, говорит, нас взломали, я, честно говоря, не верю. Любой, любой самый банальный системный администратор выбирает достаточно большие длинные пароли для того, чтобы его эти были пароли не подобрались, или, там, хотя бы увидеть на момент попытки, там, взломать эти пароли. Я прошу прощения. Да, это мой телефон. Никто не должен был звонить. Да, поэтому вы, когда, ну, там, работаете специалистом по информационной безопасности в любом направлении, вы должны четко понимать, что, зачем, почему вы хотите поставить и что вы хотите эксплуатировать. И в данном случае вопрос, там, с MedCAM у меня был решен очень просто. Я сделал, там, несколько песочниц, и Medoc крутился в этих песочницах. Собственно говоря, при этом каждый день, там, делался, там, бэкап, и когда случилась атака, конечно же, песочницы загадились. Но это не привело никаким последствиям, потому что из бэкапа восстановилась версия, и компания продолжила работать дальше. Ну, может быть, я был, там, параноиком, но это все было сделано еще за два года до того, как произошла, там, вирусная атака Петя. Ну, не буду конкретно уже говорить о том, что Facebook, VK и VK Office 360. Я недавно зашел в VK, посмотрел, что они очень плотно интегрировались с Microsoft Office 365. Вы, конечно, можете обвинить меня в каких-то там параноидальных начинаниях. Это правда. Я этим всегда прикрываюсь, что я параноик. Но это не значит, что за мной не следят или не пытаются следить за вами. Но такие практически все успешные социальные сети – это в том числе достаточно большой сборщик информации, вашей персональной, которую вы, которую из вас получают, даже не пытаясь вас взломать там. То есть как бы ни для кого не секрет, что там тот же Apple хранит все ваши фотографии у себя на серверах, ну и как бы говорит, что нет доступа к ним, никто не может получить и так дальше, и так дальше. Но при этом делает все это абсолютно бесплатно, чисто вкладывая в цену телефона. Здесь идет очень простой подход. Ну, у вас должен быть простой подход. Проще всего принять за основу то, что вы выкладываете в Facebook, и будет доступно не только всем то, что вы выкладываете, но и вся другая техническая информация, которая там как бы есть, IP-адреса, там ваша скорость набора текста и так далее. Все, что может быть там, быть проанализировано и применено с целью там дальнейших каких-то противоправных или правных действий. То есть это уже как бы неважно. То есть вопрос, ну знаете, что вы хотите сохранить. И когда вам создается иллюзия, и все эти там скандалы, там типа а-ля с Телеграмом, который вот вышел там Павел Дуров, и буквально там из ничего создал очень успешный Телеграм-месседжер, я поддерживаю теорию заговора и считаю, что это очень успешная операция ФСБ. Хотя в некоторых случаях Телеграм использую без проблем, понимая, что эту информацию и всю техническую где-то там на Лубянке ее видят. Но я отдаю себе в этом отчет. То есть я не иду в ногу со временем, нет, я буду сидеть и пользоваться СМС-ками. Ну я для себя понимаю, вот здесь, вот это я допускаю там утечку информации вот такую вот. Ну опять же, я же говорю, что Bing поменять на Яндекс, чисто русскоязычная система, которая там пусть потенциал там 200 миллионов, и у Яндекса, я имею в виду у поисковой системы Яндекс, и у Bing, у которого было порядка там 1,2 миллиарда пользователей, которые мы им пользовались. Тем не менее, компания Microsoft поменяла. И где-то в 2010 году, когда компания Microsoft купила Skype, у меня возникло подозрение, сумма была достаточно большая, что, знаете, если бы компанию Skype, например, купила бы какая-то неизвестная там российские предприятия или какой-то офшор, ну, наверное, возникли бы какие-то там шумиха в прессе, еще что-то, еще что-то. Когда покупает такой гигант, как Microsoft, это не вызывает ни у кого никаких проблем. Но вы думаете, там 10 миллиардов долларов в безналичном виде у компании Microsoft лежит? Нет. Это, скажем, состояние компании Microsoft – это уровень капитализации, а количество живых денег, там операционное, так называемое, движение, действительно ограничено. И выложить 10 миллионов – это тоже есть проблема. Пожалуйста, следующий слайд. Один из, например, задач, которую мы с вами порешаем, то есть как бы в любом случае вектор атаки. То есть когда специалист по информационной безопасности занимается своим там субъектом, он должен представить задачу, как она будет решаться, или какие могут быть, например, вектора атаки как таковы. И у нас есть так называемая база ИННов, наших индивидуальных номеров, она засекречена, защищается КЗИшными способами, доступа к интернету нету, и, в общем, как бы ограничена, к ней ограничена ситуация. Но когда вы начинаете общаться со специалистами, которые это защищают, в чем как бы смысл, в чем причина того, что эту базу защищают? Все говорят персональные данные. Имеется в виду ваше имя, фамилия, дата рождения, номер паспорта и так дальше, и так дальше, и так дальше. И поднимаются разговоры о том, что как бы в принципе сами коды по себе ценности никакой не представляют. Но если мы, например, возьмем, я специально выложил как бы структуру этого кода, если, например, все-таки открыть эту базу именно кодов без привязки к персональным данным, чем, будем говорить, это чревато в принципе для страны в целом, потому что эта база принадлежит ей. У кого-то есть какие-то мысли? Хорошо, если будут мысли, мы к этому вопросу вернемся. Я тогда не буду. Но это очень... Подумайте до финала, скажем, чем чревато, если вот эти вот коды вот в таком вот виде там на текущем срезе времени будет выложен в открытый доступ в интернет. Мы тогда оставим закатку. Подумайте. Так, прекрасно. Ну, продолжайте, развивайте мысль. Прекрасно. Ну, 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 поду... Да. О, правильно. Вот. Вот этот вот момент, то есть количество военнообязанных. Что вы хотели сказать? Нет. Мы говорим о глобальных более вещах. Мы говорим, только код выложился. Ничего больше нет. Не выложили этих вопросов. Правильно. А теперь я еще продолжу. Вот ход мысли мне нравится. Абсолютно верно. Что есть еще один маленький момент. В том числе можно выяснить количество пенсионеров, количество там, недостигших совершеннолетия. То есть понять, какая экономическая нагрузка составляет на бюджет Украины. То есть не просто начать войну, а начать аргументированную, подготовленную войну, понимая, как, скажем, эффективно выстроить стратегию войны. Всего лишь навсего, казалось бы, вот такой вот простой код. Вы абсолютно верно мыслите. Теперь вопрос. Как проще всего ее получить? Нет. Имеется в виду, мы говорим о получить базе в целом. То есть какое-то ограниченное количество нас не интересует. Первый вопрос. Да, самый... Человеческий фактор самый слабый. Правильно. Это вы должны четко понимать. И пользователи системы это как бы человеческий фактор. Но есть другой способ, который, как правило, никто никогда не обращает внимания, но он, тем не менее, присутствует. А почему бы нам не расширить закон о публичных данных и вот этот код не сделать публичным? То есть если мы не будем проводить анализы специально... Ну, вот такого. И проводить вот такой вот анализ и доносить до Верховной Рады, что к чему чреваты выкладывание вот таких вот баз данных, мы получим вот такую вот... Что у ребят, которые хотят с нами воевать, я не говорю конкретно за Москву, она уже с нами воюет, но принципиально оценивать ситуацию в стране, можно будет вот просто по набору циферок, которые, казалось бы... Это говорит о том, что каждый раз, когда вы мыслите над тем, что вы скрываете, что вы защищаете, вы должны четко понимать, что имеет смысл защищать, что не имеет смысл защищать, какие риски несут, потому что от этого будет зависеть ваша, скажем, успешность и затраты, которые несет заказчик. Поверьте мне, заказчик – самое страшное слово в этой жизни, я немножко так отвлекусь, он настолько упрям и настолько не верит в то, что что-то там надо защищать, что я, в принципе, удивлен, что Петя так легко прошелся, то есть, ну, как бы, как одно из таких массовых масштабов. И ваша задача, как вот специалистов, его действительно убедить. То есть, убедить не просто, а там, знаете, надо защищать. Принцип «надо», как правило, ну, не работает. Вы должны донести до своего заказчика, что надо сделать то-то, надо сделать то-то, потому что есть риск такой, 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 соответственно. И вот это, и, знаете, здесь мы опять же возвращаемся к Дульфу Лунгренду, когда вас обвиняют в том, что вы параноик, это естественно, вас должны всегда обвинять, и, я считаю, это высшая похвала для специалиста по IT-безопасности, то вы должны сказать, да, я параноик, но это не значит, что они за мной не следят. Ну, или за нами, или за вами. То есть, и хорошо, если попадется, ну, как бы, хорошо, если попадется лояльный заказчик. Принципиально, как бы, в моей жизни случилось два таких заказчика, которые абсолютно без аргументов скажем, восприняли мои рекомендации и мои там кейсы по поводу их безопасности без каких-то апелляций, и, слава Богу, вы знаете, один человек, например, выполнял все мои инструкции на протяжении 10 лет. 10 лет ничего не происходило. Но, тем не менее, регулярно, раз там в полгода мы проводили аудит системы, все-все-все-все-все. И, конечно же, когда случилась атака, я был абсолютно спокоен. Я знал, что мы не придется разгребать попелище, которое там, как бы, было. На второго человека, которого я, как бы, знаю, который не спорил со мной, который сказал, что мы делаем. Так-так-так, все. У него пока за, там, лет пять тоже ничего не происходит. То есть, как бы, все хорошо. Я спокоен, я знаю, почему. И, в принципе, всегда одним из основных аргументов, которые я использую для того, чтобы убедить, там, заказчика использовать ту или иную систему, я говорю open source. То есть, я не придумал какую-то мега-супер-фичу. То есть, ее придумали до меня математики, которую я изложил в прошлой лекции по шифрованию. То есть, остальное, практически, это глобальное решение позволяет решить большинство, ну, имеется в виду асимметричное шифрование. Это решение позволяет, в принципе, решить все задачи. Сегодня множество инструментов есть в интернете, которые можно подвергнуть аудиту и, соответственно, убедить заказчика, что это не вы такой классный, ну, и вы его решаете проблему по безопасности, а заодно будете партизанить, а вы просто администрируете те доступные вам средства, которые, как бы, есть. В принципе, ничто не мешает вам под конкретного заказчика допилять или доработать. Это про, так скажем, мы проговорили про возможные, скажем, вектора атаки и так дальше, и так дальше. Следующий ролик. Да, давайте сразу посмотрим ролик. А вы знаете, сколько раз за последние три года авиакомпании подвергались на падемии? Нет. Да, вот этот вот, это второй, как бы, кейс, который мы находимся в израильевском доме, будем говорить так, я тоже спокоен, спасибо принимающей стороне за то, что, так сказать, организовали здесь такую конференцию. Но, по сути дела, по сути дела, это касается не только авиакомпаний, это касается всех других случаев там с информационной безопасностью. И базовая вещь, действительно, не пускают террористов. Просто не пускают. Мы можем там говорить про нарушение демократии, или там еще про что-то, про ограничение прав, но у ребят, которые занимаются безопасностью в Израиле, есть задача сохранить жизни своих граждан и жизни граждан тех людей, которые летят к ним, живут у них там, потому что у них состояние войны уйдет уже достаточно долго. Ну, про информационную войну наконец-то начали говорить в открытую, поэтому это не просто, знаете, ради красного словца я, так сказать, сказал. И вот это вот именно фраза, которая там сегодня сказана, что они их просто не допускают, поэтому вы не должны в принципе допускать возможность совершить на вас атаку. Не на вас, а на вашу информационную систему, какая бы она ни была. От вашего персонального компьютера до какой-то глобальной корпорации, развлечеленной на всю страну. То есть ваша задача как раз не допустить возможность совершить атаку, потому что если вы технически совершаете атаку, допускаете возможность совершить атаку, то вероятность, что найдут какую-то лазейку или не сработает антивирус или еще что-то, еще что-то, она очень велика. Почему? Потому что, как я уже говорил в прошлой лекции, там любые там корпоративные системы используют, там операционные системы, системы, например, системы, например, там операционные системы на роутерах. Кстати, я упустил проговорить про VPN-фильтр, хотя он там был. Да, недавно прошла как бы такая достаточно большая информационная волна по поводу VPN-фильтра. Не буду жаловаться на то, как реагирует там в держорганах по поводу сообщения о возможной атаке. Это как бы не есть предмет нашей сегодняшней лекции, но очень интересный концепт, очень интересный вектор атаки был сделан. Ну, опять же, собирая какую-то информацию в целом о событиях в сфере IT, я вдруг обратил внимание, так для себя обратил, ну, странно, то есть как-то непонятно мне, почему происходит, что, например, какая-то часть роутеров, которые наши там компании айтишные пытаются закупить и продать в Украине, значительно, ну, не значительно, там, ну, 3-5 долларов дороже, чем такие же роутеры из, из, по поставкам российских, по российским каналам. Я для себя так эту новость так отложил, и думаю, интересно, как мотивируется, как мотивируется такая их бизнес-математика, но они же должны быть бизнесмены, правильно, то есть, собственно говоря, китайцы, когда там, ну, есть там парочка корпораций, которые, как бы, любят наших украинских айтишников, и им всегда дают лучшие цены, и все равно в этом случае российские цены были лучше. Теперь, давайте рассмотрим ситуацию, банальный вектор атаки, который, я так понимаю, прошел с VPN, этим фильтром, что было закуплено разное наименование роутеров и всего остального, попилено, открытое программное обеспечение, залиты соответствующие прошивочки, и прекрасно продано дальше, ну, там, по всему миру, и в том числе и на Украину. Разницу в доллар можно компенсировать в два или три, то есть, как бы, это не очень большие затраты денег, там, для предприятия, которое там, то есть, ну, например, если мы говорим о том, что VPN-фильтр создавался в России, да, то, например, таможенные органы России при завозе такой партии могут просто закрыть глаза на уплату, не уплату, там, НДС или еще чего-то, то есть, и в принципе, выйти там, плюс-минус, там, доллар-другой, и вы прекрасно идете в магазин, покупаете железячку, ставите ее себе, там, дома или еще где-то, и даже не подозреваете о том, что у вас там стоит какой-то бэкдор или возможность там совершить любую на вас там атаку, просто даже об этом не подозреваете. Конечно, я понимаю, что, наверное, большинство здесь, как и я, если покупает роутер, там, сносит прошивку, ставит там какую-то свою, там, OpenVPN-овскую, да, или DDV-RT, кто кому нравится, или какую-то сборку, или, как правило, рассматривает в таком ключе, или, по крайней мере, старается обновлять текущие прошивки для тех роутеров, которые приобрели. Но большинство людей, 90%, не будут этого делать, им это неинтересно. И вот, в принципе, потратившие небольшое количество денег, а учитывая, что сегодня в мир, там, хакерские, там, уходят огромные средства, даже такая же атака не является слишком затратной. То есть, по сравнению, там, с теми же серверами, которые нужно, там, где-то покупать для того, чтобы скрыть следы атаки, или еще что-то, это, в принципе, очень простой способ. Поэтому, я хочу, чтобы вы понимали, и критически смотрели, если вы вдруг увидели клавиатуру Logitech, которая, там, USB-шная, чуть-чуть дешевле, чем она стоит на рынке, задумайтесь, а как получилось, что эта клавиатура есть в объеме, и т.д. и т.п. Кстати, клавиатура – прекрасный объект для хакерской атаки. Она, например, в среде Windows пользуется практически, там, неограниченным приоритетом. Как таковое, да. И поэтому, когда мы начинаем говорить о том, что вы становитесь, там, учитесь быть специалистами по информационной безопасности, я бы хотел сказать такой же аспект, обратить, задать такой, ну, смехотворный вопрос, Дашу, поможет ли жильцу Пизанской башни, там, дизайнер, если у него падает чашка со стола. Все прекрасно понимают, что дизайнер не поможет, то есть там нужен архитектор, потому что сама башня наклонилась там под сколько-то там градусов. То есть нужен действительно специалист и архитектор, который придет. Поэтому, когда вы вникаете в любую там систему, защищаете любой там, любую систему своего заказчика, первое, что вы должны сделать, провести, так сказать, ревизию, аудит того, чего у него есть, причем такой желательно открытый аудит, вот, и только представивши себе всю систему в целом, начиная от самого там, будем говорить, простенького роутера и заканчивая там центральным сервером, кто имеет доступ туда, по каким протоколам он туда заходит. Только после этого вы должны приступать как бы построению системы информационной безопасности и основных, скажем, векторов, которые надо отсечь для того, чтобы атакующий не достиг цели. Ну, например, я вернусь опять к любимому системы 370-390. Если вы обратите внимание, что за последнее время было масса, как это, хакерских атак, в том числе, на крупные компании мировые там, но почему-то не было сообщения, что на Уолл-стрит, где крутятся, будем говорить так, все деньги мира или половина денег мира, атак не было. Так вот, открою маленькую тайну, или может быть не тайну, но такой момент, что весь Уолл-стрит до сих пор крутится на систем 390. Такая себе старенькая система от IBM, но именно по причине того, что она выстраивалась, исходя из ограниченной физической структуры, с достаточно жесткими разграничениями по правам доступа, и как бы очень маленьким количеством уязвимых мест, помимо там человека, который всегда является самым слабым звеном. Именно поэтому до сих пор сегодня на Уолл-стрите крутится все на систем 390. И базовой, для вас базовой основой является в любой другой системе точно так же физика. То есть физические носители, как ходит информация. И ваша задача максимально ограничить доступ к этой физической инфраструктуре. То есть когда вы, например, в самой небольшой корпорации открываете доступ в интернет, и туда идет там корпоративная почта, вы в обязательном порядке ставите туда веб-гейты, антивирусы, которые там, и антивирусы на почту, которые должны просто хотя бы тот хлам, который к вам польется, отсекать. То есть если у вас этого момента нет, ну считайте, если вы не сделали, знаете, в банальных правилах гигиены не помыли руки, то нечего переживать, что вы потом сидите на горшке и не слазите, потому что вы съели что-то не то. Разобраться, что сделают хакеры, какую найдут ошибку, или еще что-то, или еще что-то, это уже вопрос как бы второй. То есть последнее там, ну я всегда как бы говорил, что уже при таких проектах, как создание там процессоров Intel, там я не помню, как там ошибки, это мелдаун, да, то есть как бы они всегда существуют, но важным моментом вы должны четко понимать, как этот код будет выполняться на вашем компьютере, в вашей системе, как он туда попадет. Он по-любому должен попасть. И когда вы пронизируете ситуацию, этих ходов, там я не стал перечислять, ну там буквально по пальцам, да, там страничка интернета, почтовая рассылка, флешка там, флешка там сотрудника, или же самый-самый-самый-самый простой способ, что вы нашли в интернете какую-то программу, и радостно поставили ее, где была масса каких-то положительных рекомендаций. И сами открыли бэкдор. Да, просят закругляться, буду быстро, кратко бежать по еще одним тезисам. Скажем, вот в соседней лекции читают, как ломать квадрокоптеры, идет в воркшоп, а сегодня там хакеры начали применять квадрокоптеры для того, чтобы ломать как раз на уровне физики в корпоративные сети, когда на каком-нибудь там 225 этаже открытый Wi-Fi какой-то корпорации. Она уверена в том, что ей там принадлежит 5 этажей. Поднимается квадрокоптер, получает доступ, и вот она, физическая как бы основа, лежит у вас в доступе. Вы дальше уже можете производить атаку. Ну, в принципе, задавайте вопросы. Что кому интересно? Даю. В плане не сферы безопасности со стороны специалиста, а со стороны обычного пользователя. Какие методы, ваши советы, как уберечь себя от утечки и личной информации в сети интернет? Ну, да. Хороший вопрос на самом деле. Есть два, знаете, как у двуликого Януса. Вы должны четко разделить свою жизнь на две определенных, как бы, жизни. Первая жизнь та, которая станет публично. То есть вы никогда не победите, вы никогда не уследите, если вы будете обобщать, ну, жить одной цельной личностью, значит, вам нечего скрывать. Если вам что-то есть скрывать, разделите себя на две личности. Ну, например, банально те же два телефона. На одном телефоне вы выкладываете то, и перед тем, даже как сфоткать, вы понимаете, что вы фоткаете, это стало в интернете. Второй момент, вы то, что не хотите скрывать, вернее, то, что вы хотите скрыть, выделяете в отдельный кейс, пользуйтесь только в тех случаях, когда это нужно скрывать на самом деле. И опять же, то, что мы возвращались в самом начале, что вы хотите скрыть, вы должны четко для себя определить, что вы хотите, не допустить вытока какой информации, проанализировать там ситуацию и определить какие-то минимальные или максимальные риски. Да, еще один маленький момент, я быстренько скажу одну тезис. Я как программист, когда писал в свое время еще программы, я очень радовался и пытался пользователям открыть как можно больше доступа к тем или иным функциям и говорил, что вот это хорошо, это нужно. Но я вас могу уверить, 90% пользователей это не нужно. И поэтому, когда вы в том числе разрабатываете программное обеспечение, там свое собственное, у него должен быть самый минимальный функционал, потому что экстра к функционалам пользоваться никто не будет, а большое количество кода, как правило, несет за собой риски. И здесь вот именно ваша жесткость в отношении там в корпоративных сетях люди должны работать. Они не должны сидеть в Фейсбуке, они не должны где-то сидеть там, 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 там. И охраничения такие вы должны как бы применять достаточно жестко, уметь настаивать на своих позициях. Продолжайте вопросы, да? Можно вопрос? Если все-таки попала информация своя личная в руках злоумышленника, как быть? Ну, тут в зависимости от того, что за информация, что за злоумышленник, так кейс не решается. Ну, то есть, это уже такой индивидуальный каждый случай, надо рассматривать. Вы имеете в виду копию паспорта, ИНН, там, и т.д. и т.п., ну, как? Вы идете, там, просите выдать вам новый код, там, просите, то есть, фактически, пишите самая первая задача, то есть, если вы подозреваете, ну, у вас просто произошла утечка, там, вы потеряли копию паспорта, ИНН, то вам проще, там, с какого-то момента икс отсечь юридические спроможности этих документов, подавшие заявление, в соответствующие органы. Если у вас украли фотографию в обнаженном виде, и хакер сидит там, например, за несколькими VPN-ами, и вас, как бы, шантажируют, вы должны смириться, не сказать, ну, и что, да, вопросов нет, ну, вы опубликуйте. Поэтому я, например, всегда четко понимаю, если я что-то сфоткал, я понимаю, что это может быть выложено в открытый доступ, и для себя сразу допускаю вероятность, что эта информация будет оприлюднена. Да, еще вопросы? Да, пожалуйста. Вот у меня вопрос тут есть, уже микрофон есть тоже. Здравствуйте, Дмитрий. Я Дмитрий. Спасибо вам за лекцию. Такой вопрос. Вот гипотетически существует какая-нибудь IT-компания. Вы говорите, там, закрывать доступ в Facebook и так далее, и тому подобное. Ну, во-первых, я предполагаю, что тогда люди перестанут в ней работать, потому что все-таки мы сейчас живем в 21 веке. Но мой вопрос заключается в следующем. Вот есть, там работают, например, 200 специалистов, и компания пытается каким-то образом сохранить безопасность информации своих клиентов. Но у этих людей есть телефоны, есть какой-то Wi-Fi, к которому они подключаются, естественно, на работе. И любой из этих телефонов может быть в любой момент чем-то заражен. И вот они приходят на работу, и, естественно, вся информация будет слита. Соответственно, ну, каким образом компания может защититься от подобных вещей? То есть, не запрещать подключать телефоны к корпоративному Wi-Fi, тоже как бы так себе. Обратите, спасибо за вопрос. Обратите внимание на второй пункт. Физическая инфраструктура. Разделите, пожалуйста, физическую инфраструктуру, корпоративную и публичную. И все. На уровне железа. То есть, вопрос в том, что люди в корпоративной… Опять же, вот это вот ваш подход человеческий. Вот, вы знаете, люди должны сидеть в Фейсбуке. Нет, на рабочем компьютере он должен сидеть там, я не знаю, там, в ВДЕшке и писать код или тестить. Здесь надо занимать жесткую позицию, потому что ущерба от атаки будет значительнее, если там даже уже 200 человек. Поэтому просто разделите физическую структуру на две составляющих. Ну, как бы по-другому не получается. И скажите, вот эта песочница, вот это ваш доступ к Фейсбуку и всего остального, это песочница. Корпоративная сеть недоступна ни извне, никак, или там она доступна извне, но через достаточно жесткую песочницу. И тогда вы будете спать спокойно, вы не будете там бегать и переживать, что там кто-то, какой-нибудь опубликовал новый вирус, а вы думаете, защищает он вас или нет, обновили вы или нет. То есть все, разделяйте. Древний римский принцип второй, разделяй власть, все, спи спокойно. Спасибо. Пожалуйста. Еще последний вопрос. Спасибо за лекцию, во-первых. У меня вопрос такого характера. Мы здесь находимся, да, ну, этапе, наверное, по информационной безопасности, но я вот вижу как раз операционную систему Windows, которая крутится у нас на компьютере. У меня вопрос, соответственно, такой, наверное личный к вам. Какие операционные системы используете вы и какие мессенджеры, если мы вначале говорили о мессенджере, какими пользуетесь вы лично? Ну, да, Windows я использую по причине того, что там нашел достаточно удачную сборку, вот, но последнее время очень сильно думаю перейти на Ubuntu, знаете, на уровне там, ну, а не пора ли, знаете, вот там просто снести и не пора ли, это раз, но в любом случае как бы у меня полностью зашифрованный винчестер, это на уровне уже как бы такой привычки, это раз. По поводу мессенджеров на рынке достаточно все очень просто, я же говорю, используйте принцип очень простой, открытые исходные коды, то есть, открытые исходные коды из того, что мне нравится, это сигнал, но там вопрос по владельцам сервера, скажем так, я как бы начал эксплуатировать, общаться с командой сигнала еще там на заре, когда это был там редфоном, концепция реализации ZRTN через там, ну, в общем, не буду вдаваться в подробности, мне очень понравилось, но одна маленькая особенность, которая меня больше всего удивила, порадовала, я понял, что сигналом не все так просто, на начальном этапе для регистрации в сигнале можно было использовать код плюс один, это Соединенные Штаты Америки, и, по-моему, код там 44, это Египет, вот, и как раз в это время в Египте произошла вот та революция, о которой мы говорили на первоначальной версии, по моей просьбе открыли там код 380, ну, учитывая, что революциями занимаются, как правило, там, Госдеп США, то есть я склонен считать, что не так все честно и красиво, то есть, по крайней мере, какую-то часть аналитических данных сигнал все-таки про вас собирает, а вот сервис уже, как бы, такой, я считаю, более идеальным, это Shure Spot, так называемый, Shure Spot, да, он открытые исходные коды, никаких телефонов, никаких привязок, ничего, мне очень нравится, но вообще в любом случае, опять же, физическая инфраструктура, если вы хотите что-то защищать, делайте все свое, тот же, тот же Джаббер с АТРом, прекрасная там реализация, да, я, я же сказал, не помню, пример, Британия, ну, может там 99, там, я не помню какой код, но был четко Египет, то есть, как бы, я мог оговориться, вопрос еще? Давайте, давайте уже последний, точно. Спасибо за доклад, я хотела спросить, существует ли какая-то грань, когда специалист еще считается специалистом по информационной безопасности, а потом уже становится параноиком, ну, насколько глубоко, как бы, стоит защищать корпоративные данные, ну, или свои личные данные? Это все, это все напрямую зависит от того, какие риски несет утечка вашей информации, то есть, первоначально вы должны взять все, что у вас есть в корпорации, и, скажем, оно появилось в открытом доступе, без каких-либо ограничений, определить риски, исходя из того, что все, что вы сохраняете, вышло в интернет, и дальше тогда вы принимаете решение, что вам нужно защищать, и что не нужно защищать, и с какой степенью, и вот тогда вы уже, понимаете, что вам становиться мега параноиком, или достаточно чуть-чуть, или еще чуть-чуть. Я прошу прощения, спасибо за внимание, был рад вам рассказать.